МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Атака на колледж в Пакистане. Число погибших возросло до 59 человек. Ранения получили свыше 160. Накануне, поздно вечером, трое террористов, вооруженных автоматами, имевшие при себе пояса смертников, проникли в казарму полицейского колледжа через центральные ворота, предварительно обезвредив часовых на смотровой вышке. Боевики открыли по спавшим кадетам беспорядочный огонь, после чего двое террористов подорвали себя, что и привело к большому количеству жертв. Третий был застрелен бойцами подразделения быстрого реагирования пограничных войск. Операция против боевиков длилась три часа и в настоящее время завершена. Точка в громком деле. Сегодня в Минске перед судом предстанет мотоциклист, сбивший сотрудника ГАИ. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Напомню, в апреле этого года байкер выехал на трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора и блокировал движение общественного транспорта. Остановить нарушителя попытался сотрудник ГАИ. Мотоциклист, уходя от преследования, протащил за собой инспектора. В результате оба оказались на оживленном перекрестке, где их сбила машина. Сотрудник милиции получил тяжкие телесные повреждения и полтора месяца находился в коме. Форсирование водных преград. Белорусские военные на плавающем транспортере в непростых условиях переправили с берега на берег тяжелый груз. Комплексная тренировка прошла на машине, обладающей отличными вездеходными качествами. Танковый двигатель в 710 лошадиных сил позволяет облаченной в стали амфибии разгоняться до 60 км в час, перевозить десант и тяжелую технику. Одним из этапов учения стала переправа армейского грузовика через водоем. Машина не просто одна из инженерных машин, это машина амфибия с грузом, 12 тонн, она идет вполне уверенно. Маневренность не уступает, когда машина не загружена. То есть ты едешь в обычном режиме, не волнуешься, что у тебя сзади груз и с тобой может стучиться. Чувствуешь, когда машина отрывается от дна, приходишь на винты, ну это я не знаю, что выполнить. Это может как плюстический катер, то есть такое же ощущение. Ну и вот ты себя чувствуешь капитаном не как машины инженерной, а как капитана маленького судна. Несколько часов назад прогремел взрыв на ночном рынке в Таиланде. Погиб один человек, 17 ранены. Нападение было совершено в городе Паттане, одноименной провинции, расположенной на юге страны. В этом и соседних регионах активные исламистские сепаратисты, которые совершают атаки на полицейские и армейские подразделения. Взрывы в людных местах, когда жертвами являются рядовые граждане, были достаточно редки до недавних пор. Боевики активизировались лишь в последние 2-3 месяца. От их рук за последние 12 лет на юге Таиланда погибли около 6,5 тысяч человек. В провинции Гаутенг Южноафриканской республики столкнулись два пассажирских поезда. Погиб один человек и по меньшей мере 122 были ранены. Более трагическим последствиям воспрепятствовала крайняя изношенность путей в местах аварии. Из-за этого скорость составов была сравнительно невелика. Не составило труда установить причину трагедии. По вине диспетчера оба поезда ехали по одной колее. Железнодорожные сообщения в ЮАР развиты относительно слабо, и соответствующая инфраструктура быстро приходит с негодностью. Еще быстрее, как выяснилось, утрачивают профессиональные навыки сотрудники Министерства путей сообщения. В Техасе и Канзасе началось предварительное голосование на американских президентских выборах. Активность избирателей, насколько можно судить, будет высокой. Сейчас перед участками для голосования выстраиваются длинные очереди. Судя по опросам, для Дональда Трампа это плохой знак. У него больше шансов на успех в случае низкой явки. Социологические исследования говорят следующее. Если бы выборы состоялись на текущей неделе, шансы Клинтон против Трампа составили бы 95 против 5. По тем же оценкам, 326 выборщиков обязаны будут проголосовать за Клинтон и только 212 за Трампа. Такой наказ дадут избиратели своим представителям в коллегии, которая определит следующего главу государства. Непоправимый урон современному искусству нанесен стихией в Австралии. Сильный шторм уничтожил парк скульптур, который располагался в центре города Сиднея и был предметом гордости всех австралийцев. По самым осторожным оценкам, трехметровые волны частью смыли, частью превратили в руины, произведение искусства на сумму в десятки миллионов долларов. Гнев божий вызвали разнообразные динамические инсталляции и объемные абстракции. Пострадал, впрочем, только бюджет города. Авторы, причитающиеся, оттуда уже получили. А у зрителей парк и без того был не очень популярен. Олег Романов, телекомпания СТВ. 300 ученых из 16 стран. Сегодня Минск собирает ведущих специалистов в области информационных систем и технологий. Ученые будут обсуждать такие темы, как аэрокосмические информационные технологии, биоинформатика и защита информации. В рамках форума планируется посещение парка высоких технологий и ведущих белорусских IT-компаний. Кроме того, пройдут мастер-классы по управлению бизнесом, в котором примут участие ведущие топ-менеджеры. Сегодня в Минске вспоминают кинорежиссера Виктора Турова. В кинотеатре «Центральный» пройдет вечер, посвященный 80-летию со дня рождения народного артиста СССР. Приглашены гости из России и Белоруссии. Писатели, художники, режиссеры, актеры, журналисты. С участием родственников киномастера сегодня также будет открыта мемориальная доска Виктору Турову. За десятилетия творческой карьеры белорусский режиссер и сценарист создал более 20 лет, посвященных войне, проблемам современности. Его фильм «Я родом из детства» по вопросу критиков признан лучшим за всю историю белорусского кино. Сильный ветер, ливни и мокрый снег. Сегодня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидают, что больше всего от непогоды достанется северо-западным районам, где стихия разгуляется в полную силу. В целом такая неустойчивая погода сохранится до конца октября. И последнее. К победе без косы. Девятая ракетка мира остригла себе волосы прямо во время матча. Такой поступок теннисистки Светланы Кузнецовой ошеломил публику. Позже сам себе парикмахер призналась, что волосы постоянно ей мешали и лезли в глаза. Поправив прическу, россиянке удалось обыграть соперницу из Польши в заключительном матче сезона среди лидеров рейтинга. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 13.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok